Вы смотрите новости в студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте и в этом выпуске. Последствия непогоды. Минск пережил сильнейший за всю историю ливень. В Германии уровень рек достиг критического. Прерванное путешествие нелегалов из Индии задержали на границе с Евросоюзом. И расти рыбка белорусская. Под Смоленском в Днепр выпустили тысячи мальков терляди. Итак, Минск накануне пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений. За сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков. Менее суток потребовалось на ликвидацию последствий непогоды. Наибольший удар грозовой фронт со шквалистым ветром нанес Минска и Брестская областям. В этих регионах были обесточены сотни населенных пунктов. В нескольких из них повреждены крыши жилых домов и сельхозпостроек. Разгул стихии в столице привел к падению деревьев, остановкам движения транспорта и подтопления. Так, за эти сутки спасатели извлекли порядка 10 легковых автомобилей из воды. Пострадавших, к счастью, нет. Однако помощь спасателей потребовалась. В результате интенсивного выпадения осадков было ограничено движение на 14 проезжих участках дорог. Водителям, застрявшим в этих зонах, потребовалась помощь. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 144 работников МЧС. Также привлекались работники Горьям Автодор, экипажи ГАИ и жилищного хозяйства. Буквально час назад в центре Минска провалился асфальт под машиной. Никто не пострадал. Вероятнее всего, это случилось из-за ливня. Грунт попросту подмыло. Из-за разгулявшейся непогоды, летевшие в Минск самолеты были вынуждены приземляться в Гомеле. Неудобства испытали пассажиры рейсов из Калининграда и Киева. По улучшению погоды в Минске им дали вылетную. Они здесь прошли минимальное обслуживание, которое необходимо было для того, чтобы им продолжить полет. И дальше они вылетели. Выходили люди, они находились в транзитном зале на период обслуживания воздушного судна. Аэропорт Гомеля является международным аэропортом круглосуточным. Мы можем принимать любые воздушные суда, которые по классу подходят по аэродрому. И, соответственно, обслуживают пассажиров с данных воздушных судов. С учетом того, что у нас здесь круглосуточная граница и таможда, люди могут при необходимости покинуть территорию аэропорта и выходить в город, если ситуация того требует. Ну, либо находиться какое-то время в аэропорту для продолжения своего полета. Непогода затронула из страны Европы. Режим чрезвычайного положения введен в немецком районе Гослар из-за наводнения. Местная река вышла из берегов, затопив центральные улицы одноименного города с населением в 50 тысяч человек. Бригады спасателей помогают местным и туристам эвакуироваться в наиболее безопасные места. Во власти стихии в последние дни оказались федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония-Анхольд и Тюрингия. Там службам технической помощи и пожарным пришлось выкачивать из зданий воду и возводить заграждения из мешков с песком. Юг Франции поглотили лесные пожары. Из-за стихии порядка 10 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Плаве вспыхнуло ночью в департаменте ВАР и стремительно стало двигаться в сторону населенных пунктов. Возгорания, возникшие в результате сильной засухи, продолжают захватывать новые территории. В пепел превратились уже 4 тысячи гектаров леса. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить дополнительные самолеты для борьбы со стихией. Руководители трех агентств ООН выступили с призывом удвоить усилия по оказанию поддержки жителям Йемена. В стране наблюдается крупнейший гуманитарный кризис, который усугубляется вспышкой остро-заразного заболевания. За последние три месяца от холеры погибли 2 тысячи граждан, а количество зарегистрированных случаев заболеваемости уже превышает 400 тысяч. Эксперты ВОЗ, ВПП и ЮНЕСКО уверены, если не принять экстренных мер, катастрофа оставит шрамы на многих поколениях. Великобритания планирует перейти на экологически чистый транспорт. С 2040 года может быть запрещена продажа всех бензиновых и дизельных автомобилей. Данная мера – часть правительственной стратегии по улучшению качества воздуха. Есть сведения, что для борьбы с выбросами диоксида азота будет выделено более 260 миллионов долларов. Еврокомиссия дала Польше месяц на разрешение проблем вокруг судебной реформы. Как заявил первый вице-президент ЕК, в случае вступления изменений в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической, что серьезно отразится на ее независимости. Кроме того, если ситуация не нормализуется, Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС. Президент Дуда уже подписал один из законов о работе всеобщих судов. Еще на два спорных документа глава государства обещал наложить вето. Свыше 45 тысяч жителей американского штата Калифорния остались без электричества из-за белки. Блэкаут произошел в городе Сан-Диего. Обесточенными оказались не только жилые дома и учебные заведения, но и предприятия. Специалисты, устраняющие неполадки, пришли к выводу. Перебои возникли, когда лесной грызун задел ЛЭП. В Мексике совершено нападение на сотрудников банка. Инцидент произошел в штате Геррера. Бандиты подстерегли грузовик, перевозивший денежные средства на сельской дороге. Между полицейскими, сопровождавшими госслужащих, и злоумышленниками завязалась перестрелка. В результате погибли пять сражей порядка и двое банковских рабочих. Еще один человек был ранен. Информации о том, кто совершил преступление, а также о размере добычи грабителей не приводится. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Канал незаконной миграции из Индии в Евросоюз пресекли белорусские пограничники. В Гродненском районе на контрольной полосе были обнаружены следы в направлении госграницы. Как позже выяснилось, нарушителей было трое. Все они граждане Индии. Выходцы из Южной Азии планировали через нашу страну попасть во Францию. В Беларусь они прилетели по групповой туристической визе. На этом законная часть маршрута путешественников закончилась. Задержаны также и организаторы, пытавшиеся наладить нелегальный канал доставки мигрантов из Индии в страны Европейского Союза. Они занимались организационными вопросами и оказывали содействие нелегалам в незаконном пересечении границы. Налаживали связь с потенциальными клиентами, находили транспорт, планировали маршрут, доставляли нелегалов непосредственно в пограничную зону и дали к месту запланированного нарушения государственной границы Республики Беларусь. Это уже вторая попытка организации канала незаконной миграции граждан Индии, пресеченной белорусскими пограничниками в нынешнем году. Всего задержаны четыре организатора данной противоправной деятельности. Экономить за счет разумного подхода госконтроль анализирует работу системы ЖКХ. Не секрет, что в отрасли в последнее время отмечено немало правонарушений, большинство из них взятки. Были случаи, когда по вине нечистых на руку работников, коммунальных служб страдали потребители. Незаконная финансовая деятельность, проще говоря, откаты утяжеляли жировки. В целом снизить затраты на ЖКУ помогут своевременный ремонт и замена сети теплоснабжения, оптимизация расходов. Только в прошлом году эти меры уже сэкономили более 260 миллионов рублей. В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги до 30% занимают оплату за теплоснабжение. Поэтому мы в этой сфере уделили особое внимание. И сегодня видим ряд резервов в этом направлении. В первую очередь это модернизация и ликвидация неэффективных котельных, которые еще в большом количестве, порядка 300 таких котельных у нас в стране. Также замена тепловых сетей, сетей водоснабжения, которые дают значительные траты и сверхно-нормативные потери, которые, как показали проверочные мероприятия, в нарушение законодательства перекладываются на затраты и, соответственно, попадают в платежки населению. В итоге разработан детальный план из 15 пунктов. Многие вопросы будут решены уже к осени. Эксперты отмечают, что эти шаги помогут значительно уменьшить затраты в отрасли. На аэродроме Боровая в первый день международных соревнований по вертолетному спорту экипажи демонстрировали профессиональные навыки в навигации. Вертолетчики в непростых для полетов погодных условиях искали скрытые наземные цели, а также практиковались в меткости. На прохождение трассы у авиаторов было не более пяти минут. Главную роль в этом виде программы играло не только мастерство пилота, но и зоркий глаз штурмана. По дороге они должны пролететь три поворотных пункта, найти 10 целей. Это полотнище выкладывается в зоне поиска. Потом с точностью до секунды вернуться на аэродром, выполнить точно за одну минуту коробочку и потом опустить кеглю в крышу в отверстие 40 на 40 сантиметров. Еще очень важный элемент, они сбрасывают два мешка в мишени на земле. Это надо сделать быстро, это надо сделать на определенной высоте и попасть в мишень. Впереди у авиаторов вертолетный слалом, полеты на точности, гонки с грузами. Самая зрелищная часть соревнований запланирована на субботу и воскресенье. Зрители смогут увидеть воздушный фристайл, комбинированную стафету. Самые смелые сами смогут подняться в небо. Эти соревнования – своеобразная репетиция перед чемпионатом мира по вертолетному спорту, который пройдет в Беларуси в следующем году. Экологи Беларуси и России реализовали совместный проект. Более 30 тысяч мальков в стерляде выпущено в Днепр на западной окраине Смоленска. Это первое зарыбление участка реки после крупного мора, случившегося год назад. Для водных обитателей не существует границ, но по обе ее стороны у экологов еще немало проектов. В планах выпустить в Днепр мальков, щуки и судака. А вот в Китае, прежде чем выпустить на волю панд, обитатели природного заповедника обхаживают по-особому. Смотрители перед тем, как встретиться с подопечными, облачаются в костюм животного. Такой образ помогает малышам проще переживать стресс при попадании в дикую природу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова